Этот гениальный мастер известен по всему миру. Его исследования в области инженерии, анатомии, химии, физики, астрономии поражают, ведь он творил в 15 веке, надолго опередив своих современников. Выставка изобретений Леонардо да Винчи открылась в столице Приволжья, в Нижегородском художественном музее. Леонардо да Винчи всю жизнь стремился покорить небо. Вот так выглядит одна из первых летательных машин, созданная великим мастером. Долгое время Леонардо тщательно следил за полетами птиц и насекомых, поэтому у его летательного аппарата были машущие крылья. Согласно чертежам, человек должен был летать лежа на животе. Крылья приводились в движение при помощи педалей, которые крутили ногами. На выставке представлено около 50 различных изобретений великого Леонардо. Это и гражданские модели, поворотные мосты, экраны, прототип лифта, различные станки. Большая часть отведена вооружению, есть даже танк. Однако из нескольких сотен открытий механизмов при жизни мастера в обиход вошло только одно. Автоматизация выстрела, вот это его изобретение получило широкое распространение уже при его жизни. Вот одно единственное. Остальные машины, скорее всего, он создавал, когда его принимали на работы, на разного рода работы. Он создавал, использовал их при выполнении их работы, а потом машины разбирались и уходили в небытие, можно так сказать. Выставка интерактивная. Очень многое можно потрогать и привести в движение. Особенно это оценили юные гости выставки. Мне очень понравилось, можно потрогать, попробовать, как это работает, посмотреть. Кстати, здесь представлены и все репродукции картин великого мастера, которые дошли до наших дней. Окунуться в мир Леонардо да Винчи нижегородцы и гости города смогут в Нижегородском художественном музее до 10 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok